добрый день сегодня мы с вами выполним комплекс упражнений направлен на восстановление связок коленного сустава для этого упражнения нам потребуется опора это может быть стул стена то что для вас комфортно и удобно мы опираемся на стул мы на него не заваливаемся но он дает нам ощущение того что мы можем стоять на опоре выздоравливающую ногу мы свободно сгибаем в колени в тот угол который вам на данный этап возможен и напрягая бедро спереди мы медленно через сопротивление собственных мышц разгибаем ногу в колени ногу в нижней точке расслабляем неспокойно свободно ногу снова сгибаем в колени и также через напряжение мышцы мы ее разгибаем упражнение делается от 3 до 8 раз три подхода для данного упражнения нам требуется резинка слабого либо среднего натяжения опора спереди если у вас возникают сложности с равновесием и мы начинаем с исходного положения сидя на стуле если у вас сложности с опорой мы держимся за стул но не заваливаемся вперед если опору вы контролируете хорошо вы делаете только за счет ног вам нужно встать в полу присед и вернуться в исходное положение также это делается с опорой мы руки кладем сверху и также только за счет силы ног мы приподнимаемся но не до конца разгибая колени и возвращаемся вниз также это упражнение можно использовать как обучающее для приседаний когда из положения стоя мы садимся на стул исходное положение лежа на полу ноги согнуты в коленях для начала мы делаем пять раз ягодичного моста нам нужно подкрутить таз слегка на себя и толкнуть таз сверху так чтобы бедро и колено образовали прямой угол и возвращаемся вниз также плавно наверх и вниз затем мы добавляем усложнение мы поднимаем таз наверх и здоровую ногу мы разгибаем в колени сгибаем здоровую ногу в колени и опускаемся вниз поднимаем таз наверх разгибаем ногу в колени, сгибаем ногу и опускаемся вниз. Когда мы здоровую ногу разгибаем в колени, оставаясь только на выздоравливающей ноге в опоре, мы следим за тем, чтобы таз у нас не падал, не перекашивался, а мы сохраняли такое же нейтральное положение. Для данного упражнения нам понадобится резина малого либо среднего натяжения. Резина у нас крепится на голень и будут небольшие уточнения по упражнению. Для того, чтобы правильно сделать это упражнение, вам нужно слегка согнуть ноги в колени, колени подаются немного вперед и наклонить корпус. При этом мы напрягаем пресс и следим за тем, чтобы не перенапрягалась поясница. В таком положении можно поставить руки на пояс, либо руки перед собой. Мы делаем приставные шаги, растягиваем резину, растяжение около 30-40% и делаем подшаг, но при этом резина у нас остается в легком натяжении. 3-5 шагов в каждую сторону. В сумме у вас должно получиться по 10 раз на каждую сторону. Для данного упражнения вам потребуется резинка слабого или среднего натяжения и место ее прикрепления. Это может быть шкаф, стул, диван, но который вы не сможете сдвинуть. Мы натягиваем резину и крепим ее под коленом. Руки на пояс. Если у вас возникают сложности с опорой, вы берете опору в противоположную руку, но не заваливаетесь на нее. Мы делаем отшаг назад и сгибаем ногу в колене до возможного угла. Возникает натяжение, медленно поднимаемся, возвращаемся в исходное положение. Делаем отшаг назад и сгибаем ногу в колене, насколько это возможно. Преодолевая сопротивление резины мы не падаем вперед, а контролируем свое колено для того, чтобы оно было у вас стабильно. Сгибаем и возвращаемся в исходное положение. Упражнение делается 5-10 раз по 2 подхода. Для данного упражнения вам понадобится разметка. Разметку вы можете сделать из любых подручных материалов. Это могут быть кирпичи, книги, это могут быть небольшие статуэтки, мячики. То, что будет вам служить преградой. Преграда устанавливается в зависимости от вашей готовности. Если у вас начальный этап реабилитации, третья, четвертая неделя, на которой вы можете свободно самостоятельно ходить, вы можете поставить между преградами около полметра, чтобы у вас был свободный шаг. Чем дальше вы будете двигаться в своей реабилитации, тем, соответственно, вы можете делать расстояние меньше, вы можете делать выше ваши преграды. То есть нужно что-то, через что вы можете перешагивать, увеличивать амплитуду шага и высоту подъема колена. Сейчас я покажу вам простейший вариант. Руки на поясе и мы перешагиваем свободно, шагая, перешагивая каждую из препятствий. Как усложнение? Мы можем удлинить величину препятствия и сделать ваш шаг более длинным. Мы стараемся как бы коснуться следующего препятствия, либо мы с вами делаем ваш шаг более высоким. То есть нам нужно будет уже поднять колено для того, чтобы перешагнуть. И как дополнительный уровень мы можем совсем увеличить ваше препятствие.